Друзья, здрасте, Сергей и вы на канале Домовёнок. Сегодняшнее видео больше подойдет людям, те кто приобрел заточной станок для цепных пил, прочитав инструкцию, но не совсем разобрался как его настроить, чтобы быстро и правильно точить цепь. Многие станки по конструкции своей можно сказать схожи, поэтому я думаю на примере моего станка также можно настроить и другие марки, модели, но если уже что-то там у вас не такая конструкция, то извините. Первым делом нужно снять затупившуюся цепь, промыть ее в каком-либо растворителе, высушить и она готова к заточке. Вот такое чудо я приобрел, недорогой производство Китая, но вполне справляется со своими функциями. Первым делом нужно определиться, какой толщины диск вам нужно установить, потому что их несколько видов. Вот допустим, продавался этот станок с диском толщиной 3,2 миллиметра, у меня же цепи идут под 4,5 миллиметра, поэтому я сразу приобрел 4,5 миллиметра диск, заменил его. То есть, если посмотреть на режущий зуб, здесь имеется закругление и вот диаметр этого закругления у меня составляет 4,5. Возможно, на других цепях он будет совсем другим, поэтому диск нужно подобрать правильно. Итак, краткий обзор, из чего состоит в принципе любой заточной станок. Это движок с установленным диском, вот это опускающаяся, назовем его голова подпружиненная, сразу она так тоже идет под углом. И сама площадка, куда устанавливается пильная цепь, это вот такой кондуктор, две пластины с прорезью, он подходит под разную толщину звена, то есть, есть 1,1, есть 1,3 миллиметра, есть, ух ты, есть 1,5 миллиметра, он практически зажимает здесь любую толщину. Вот этот винт, который зажимает и фиксирует ее, то есть, сейчас она свободно движется при зажатом винте, все, она не движется. Упор, который также способствует фиксации зуба при том моменте, когда заточной круг производит непосредственно заточку, это также способствует его удержанию и способствует фиксации, когда вы один зуб заточили, переставляете на следующий, вам уже не нужно прицеливаться, так сказать, диском, а сразу уставляете в этот упор, он также имеет свободный ход, вот здесь винт с пружинкой, то есть, подстраивается, в принципе, под любое расстояние между пильным зубом, все это установлено на круглой платформе и на самой станине нанесена разметка углов от 0 до 35 градусов, если кто не знает, то для продольного пиления градус меньше, ну как рекомендуют, там от 6 до 15 градусов, поперечное пиление, угол затачивается уже более острым получается, это уже может быть и 25 и 30, ну 30 градусов, это, наверное, самый такой распространенный 25-30 градусов, шкала нанесена как на левую сторону, так и на правую, то есть, зуб у нас чередуется, левый зуб мы затачиваем по одной шкале, как только все заточили, мы передвигаем площадку на тот же угол, только в обратную сторону и затачиваем противоположные зубья. Итак, первым делом, что мы сделаем, так мы установили нужной толщины диск, далее устанавливаем угол заточки, я буду затачивать, вот где-то 25 градусов хочу, эту пока не трогаем, снизу винт фиксирующий, я его затягиваю, далее ставлю цепь, запуталась, опускаю заточной узел, чтобы он попал прямо, как мне нужно точить, поднимаю, фиксирую цепь, еще раз опускаю, даже можно немножко назад, да вот так, далее откидываю этот упор и винтом подвожу так, чтобы он уперся в мой зуб, цепь я зафиксировал, вот все, он уперся, то есть, последующий, законтрогаю его здесь, то есть, сейчас я затачиваю зуб, ослабеваю вот этот узел, упираю в упор и снова фиксирую, мне этот зуб провернул и произвожу заточку, вот уже не сходится, что-то тут не то, хотя нет, все то, да, все нормально, потому что не может быть другого, далее вот здесь есть винт, вон он, ограничитель глубины, сейчас диск не дает до конца опуститься, поэтому я сделаю проточку и по нему уже зафиксирую его, все, вот я затачил один зуб, опустил его до конца и теперь упираю, вот этот винт, все, у меня ограничение глубины готово, передвигаю на другой зуб, фиксируем, сточим, пройдя одну сторону зубьев, у вас теперь есть противоположные, далее ослабеваем винт, вот этой площадки и на противоположной стороне выставляем также 25 градусов, затягиваем и далее производим настройки абсолютно такие же, как в первом случае, у нас зуб повернулся, они в принципе вот и все сходятся даже и упор на том же месте, сейчас попробуем, прошел по кругу, теперь вот здесь перед режущим зубом есть ограничитель, но вот этот диск его немножко задевает под углом, но при каждой заточке, его там на несколько десятых миллиметров, оно в принципе в интернете есть расстояние между осью режущего зуба и вот этим ограничителем, какое должно быть для каждой цепи там свое, но обычно у нас как, все это делаем мы на глаз, пару раз, два-три раза провести напильником и убрать вот этот ограничитель, потому что зуб у нас немножко укоротился и высота его также там на несколько, наверное, десятых миллиметра тоже уменьшилась, это уже дело не хитрое даже можно в этом вот кондукторе так скажем и буквально несколько раз провести этого достаточно будет и так за перед каждым зубом все пройдя по кругу снимаем цепь она готова к работе друзья ну надеюсь доступно все разъяснил на этом буду заканчивать видео до новых встреч пока пока